В конце этой недели в пятницу отмечается Международный день музеев. Вот ты любишь ходить в музеи? Сейчас? Да. Но когда была маленькая, воспринимала это как обязаловку. Надо было идти с классом, я и шла. Расстраивала больше, что надо было ходить и слушать, а трогать было нельзя. Это же как тишина должна быть в библиотеке, только руками ничего не трогать. Музеи бывают разные. Сейчас все больше и больше форм используется. Музеи становятся интерактивными и даже живыми. Например, активисты, общественные организации, офицеры России организовали музей живой истории. Там можно примерить рыцарский шлем Средневековья, подержать в руках настоящий меч и саблю, а также почувствовать на себе их удар. Давай не будем раскрывать все. Приглашаем вас, дорогие телезрители, на виртуальную экскурсию. Такое название у выставки музей живой истории. Идея музея живой истории появилась где-то с полгода назад. Было предложение дать возможность детям нашим, потому что музей для детей, чтобы дети пришли. И самое главное, они это все потрогали, пощупали, одели, примерили, побили себя по голове, соседа по голове железякой. И получили от этого удовольствие. Они же все контактники, им надо получать, познавать мир через контакт, через ощущения. И когда мы первый раз провели такой эксперимент и привели школьников, визбук, писку и восторга было очень много. Полтора часа шла экскурсия, которую планировались всего за полчаса. И дети получили дикое удовольствие, и они стали просить еще, еще, еще. Совместно с Домом Дружбы Народов мы провели вот такой вот эксперимент. И сейчас у нас здесь запустили вот этот вот проект именно живой истории. Все, что вы здесь видите, это из личных коллекций. Эта часть принадлежит нам, офицерам России. Эта часть личная, допустим, отделение Средневековья, это моего клуба, там мой доспех. Здесь оружие. То, что у нас предоставлено по Великой Отечественной войне, это личность частных личных коллекций. Это все оригинальное, это все настоящее. Это все можно потрогать, пощелкать, поклаться. Дети от этого получают удовольствие. К сожалению, курс истории нашего государства, школах, очень маленький. И дети, они на самом деле не знают историю. А уж историю Великой Отечественной войны, историю своего государства. Ведь если они не будут знать историю свою, то они будут знать историю своего врага, того, кто их захватит. А нам этого не надо. У нас Родина одна, и она великая. Вижу, что пространство разделено на несколько секторов. Как можете рассказать немного подробнее? Идея разбития зон на несколько секторов связана с тем, что мы показываем историю государства российского, военную историю. По нескольким эпохам и по нескольким направлениям. Вот простой пример. Вот мы здесь показываем средневековую Русь 12, 13, 14 веков. Самую веселую, самую интересную. Доспех русский, доспех сержанта Тевтонского ордена, костюм новгородского лучника, новгородского посадского богатого человека. Здесь мы видим с вами и щиты, и боевые секиры, баклеры, сабли, мечи, шлема. Это все предоставлено клубом военно-исторической реконструкции «Вопель», которым я руковожу. Мы вот это вот все, это наши личные доспехи, в том числе и мои здесь доспехи, которые мы показываем и выезжаем на исторический фестиваль, и принимаем участие в реконструкции. Идея этого зала сейчас немножко обрастает уже. Хотим привезти маленькую кузницу, показать, как раньше делались денежки, как раньше ткалось. То есть мы заказали, у нас придет ткацкий станок, будут наши девчонки сидеть, показывать, как шилось. У нас есть костюмы соответствующей эпохи, как раз с неживых татар, границы Коми, Архангельск, Мурманск, которые охраняли границу. Вторая экспозиция, которую мы решили посвятить, это, наверное, самая главная, самая страшная, самая тяжелая война, которая прошла по нашей стране, это Великая Отечественная война. Но так как мы музей живой истории, соответственно, было интересно показать детям элементы именно вооружения, как советских солдат, рабочей крестьянской Красной Армии, как вермахта, и показать то, что в музеях нет. Именно живые экспонаты, которые можно потрогать, чтобы дети это увидели. Первое, что мы приобрели и как раз стали показывать, это солдатские каски. Вот это вот все с раскопок. Видите, да, вот это вот. Это вот все было вытащено с раскопок. Здесь и солдатская каска наша, и немецкая, гильзы, ленты, штык-ножи, вот саперные лопатки, фляжки. Причем у нас есть очень раритетная вещь, стеклянная фляжка солдатская Красной Армии 42-го года. Их очень мало находят, вот именно в целости охранности, потому что они все разбитые. Бутылки для зажигательной смеси, котелки, тарелки, немецкая фляжка. Когда стали заниматься, стали просить своих друзей-афганцев, ребят, помогите, кто чем может, да. Идея-то была какая. Люди спрашивают, зачем мы хотим показать это детям. И, соответственно, пошла уже такая вариация, что ребята, кто занимается военной исторической реконструкцией Великой Отечественной войны, они стали давать нам показывать, дети, вот, пожалуйста, макет немецкого ружья «Маузер». Это охолощенная модель, предназначенная для светошумовых патронов. То есть она не боевая, она только вот... Ну, детям потрогать, где они еще потрогают такое. Ну, некоторые даже, наверное, в руки берут. Да. У кого сил хватает. Да, знаменитая русская трехлинейка. Вот она такая вот. Дети тоже получают дикое удовольствие от этого всего. Знаменитый русский наган. Который прошел четыре войны. И до сих пор является одним из лучших револьверов своего типа. То есть детям это все дается потрогать, дается им померить, пофотографироваться. Они ведь приходят домой, у них горят глаза. Они рассказывают это родителям, они рассказывают это своим друзьям. И они, и вот волей-неволей, они начинают изучать историю, историю своего государства. А у меня дедушка. Вот было несколько таких случаев, когда ребята вот так вот стоят, слушают. И один говорит, а у меня дедушка воевал. А у меня папа был в Афганистане. А у меня папа в Чечне слушал. То есть они начинают изучать историю своей семьи. А ведь наша с вами задача как раз показать и историю нашего края, нашей республики, жителей наших, чтобы они это тоже знали. И третья такая большая экспозиция, она была посвящена именно вот деятельности нашей организации, офицеры России. И немножко мы задели войну в Афганистане, ветеранов движения войны в Афганистане по нашей республике. Вот здесь мы выложили, так как организация у нас очень большая, очень много людей в ней, да, и у нас есть, ну мало ли кто знает, но вот это легенды республики. Полковник, капитан первого ранга с правом ношения боевого кортика. С 41 по 45 год командир бригады морской пехоты Северного флота Михаил Орефич. Живой здоровый, дай бог ему здоровья. 90 с лишним лет ему. Мы о них рассказываем. Здесь вот фотографии людей, которые, ну, по ряду причин, они, кто-то стесняется выходить, кто-то не говорит. Вот мы это все выставили. Мы здесь выставили оружие современное, экипировку. И знаменитый афганский маджахет. Причем костюм привезен с Афганистана по заказу. Тоже все можно подробить. Жалко, только померить нельзя. Ну, мы уже задумались на тему. Ну, и вот стенд посвящен арганской войне. Вот тут несколько фотографий с арганских встреч и вот с карты Афганистана, где расположены все воинские части, которые служили там. Вот такой вот у нас проект получился. Я думаю, что мы его будем увеличивать, мы будем о нем рассказывать. Мы будем, вне зависимости от того, какая конъюнктура будет политическая, экономическая, это надо рассказывать. И кроме нас это рассказывать никто не будет. Один из лужингов Российского союза ветеранов войны в Афганистане и союза офицеров – никто кроме нас.